Международная следственная группа, состоящая из специалистов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, проводит расследование причин катастрофы 17 июля 2014 года рейса MH17. Следственная группа рассматривает различные версии крушения самолета. Один из рассматриваемых сценариев предполагает, что MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом БУК. По всей вероятности, ракета была запущена с территории Донецкой области, контролируемой сепаратистами. Международная следственная группа ищет лиц, которые могут предоставить важную информацию о транспортировке комплекса БУК, о личных данных членов экипажа и лиц, причастных к транспортировке и использованию ЗРК БУК. Согласно основной версии расследования, ЗРК БУК перевозил тягач марки «Вольво», изображенный на этом снимке. Данным транспортным средством сепаратисты противоправно завладели на одном из предприятий города Донецк. Машина может быть опознана по этой, бросающейся в глаза, желтой таблице с номером телефона. Около полуночи 17 июля тягач находился в районе населенного пункта Северный. Международная следственная группа ищет лиц, которые видели этот тягач и сопровождающие его машины в этом районе. Мы также собираем информацию, с помощью которой мы сможем установить лиц, причастных к транспортировке ЗРК БУК. В ночь на 17 июля перевозивший ЗРК БУК-тягач следовал по неустановленному маршруту по направлению в Донецк. С целью установления данного маршрута международная следственная группа ищет лиц, которые видели вышеупомянутый тягач ЗРК БУК ночью, либо ранним утром 17 июля 2014 года. Нами был записан и проанализирован телефонный разговор между двумя сепаратистами от 17 июля 2014 года в 9 часов 8 минут, в котором обсуждается перевозка комплекса БУК в Донецк. Из разговора следует, что комплекс БУК был доставлен вместе с экипажем. Да, слушай, блядь. Алло, ***. А куда нам эту красавицу загрузить, ***? Которую? Эту? Да, да, что я привез. Я уже в Донецке. Эту, да, я о чем я думаю, да? М которая? Да, да, да. Ой, БМ. Да, 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 я понял. Так, так, так. А она на этом, на тягаче? А да, она на этом. Ее просто она будет где-то выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, куда ей? Я понял, но им надо хотя бы время, чтобы они ее обсмотрели. Кому? Алло, алло. А там? Да е-мое. Сейчас, сейчас, подожди, блядь, я кай. Ага. Международная следственная группа ищет лиц, которые могут предоставить нам информацию, касательно экипажа ЗРК «БУК», а также особенностей их военной экипировки. Зенитно-ракетный комплекс «БУК» был перевезен из города Донецк в Снежное через населенные пункты Макеевка, Зугрес и Торес. Международная следственная группа ищет лиц, которые видели этот транспорт, либо имеют другую информацию, которая может помочь следствию. 17 июля в середине дня «БУК» видели в Снежном. «БУК» уже был снят с тягача «Вольво» и шел своим ходом. Международная следственная группа ищет лиц, которые видели, либо располагают другой информацией о комплексе «БУК» и его экипаже 17 июля в промежуток времени с 12 часов по 16 часов 20 минут. В 16 часов 20 минут возле населенного пункта Грабова потерпел крушение авиалайнер малазийских авиалиний рейса MH17, на борту которого находились 298 пассажиров. Международная следственная группа ищет лиц, которые были очевидцами событий, имеющих отношение к транспортировке и запуску ракеты зенитно-ракетным комплексом «БУК» и крушению рейса MH17, а также свидетелей, которые смогут предоставить информацию о лицах, причастных к этому ужасному преступлению. Любая информация, описывающая вышеуказанные события, может оказать нам помощь в этом расследовании. Нами был записан и проанализирован телефонный разговор между двумя сепаратистами от 17 июля 2014 года в 21 час 32 минуты, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс «БУК» прибыл на место назначения к блокпосту. Да, ***. А ну, командир, а ты уехал уже? Я, да, я послал по своей задаче, вы по своей. Нет, я понял, ты в том районе или нет? Нет, я не в том районе, я в другую сторону. Да, у тебя здесь боец потерялся с этой синей установки, свой экипаж, б***ь. В какой установке? Ну, из «БУКа». Из «БУКа»? Да. А где он, б***ь? Вот на блокпосту стоит. Бери его сюда, б***ь, и вези, я буду в снежном его ждать. Хорошо. Из разговора также следует, что один из членов экипажа «БУК» был забыт на этом блокпосту. Нас интересует любая информация, касающаяся данного блокпоста, а также информация о члене экипажа, упомянутом в телефонном разговоре. 18 июля в 5 часов утра тягач марки «Вольво» перевозил зенитно-ракетный комплекс «БУК». Их видели в городе Луганск, едущими по направлению к населенным пунктам Краснодон, Северное. Международная следственная группа ищет лиц, которые могут предоставить нам дополнительную информацию о транспортировке «БУКа» 18 июля в 5 часов утра. Нами был записан и проанализирован телефонный разговор между двумя сепаратистами от 18 июля в 8 часов утра, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс «БУК» покинул территорию Украины и пересек границу с Россией. Доброе утро. Доброе утро. Ну это вчера пи***ть, у меня слов нет. Что такое? Ну где это самое? Чего он вчера, товарищ твой этот пи***ть, вернулся, непонятные движения какие-то. Что вчера было? Расскажи. Они довели до перекрестка машину, оставили. Пацаны пошли дальше сами. Так. Все, машина ушла туда, куда надо. И дошла нормально все. Там начались непонятные звонки от 10 человек. От 10. Ну, на его номер начали звонить разные люди, представляться, что то один, то второй, то третий, то четвертый, то он, говорит, я уже за***л. Потом, говорит, там пи***ть начал звонить. Представился. И он взял, выключил телефон. И пи***ть. И мы не знаем, где машина вообще. Машина в России. Там пи***ть. Вчера, говорю, пи***ть, мы не знаем, на чём пи***ть. Куда не пи***ть. Давай забирай ляб***ть, приезжай сюда. Нет машины, никто её не видел. Которая пахла встречать, вернулась без машины. Пи***ть, понимаешь? Где, кому, куда он его оставил. Пи***ть, просто понимаешь? Библиотекарь. Это та группа, которая привозит ответ. Так. На трале. Я только что с ними созвонился, они всё в России. С России уже ведут друг в машину. Ага. А библиотекарь он отдал? Да? Ну, конечно. Сейчас я понял. Международная следственная группа ищет лиц, которые могут предоставить нам информацию о местонахождении тягача марки «Вольво» и зенитно-ракетного комплекса «Бук» на момент пересечения российско-украинской границы. Подводя итог, мы, международная следственная группа, ищем лиц, которые видели комплекс «Бук» на указанном маршруте с 17 и 18 июля на территории Донецкой и Луганской областей. Если вы можете предоставить нам какую-либо информацию, касающуюся системы «Бук» и его транспортировки, пожалуйста, свяжитесь с нами. Вся вышеупомянутая информация даёт представление о наиболее вероятной версии крушения авиалайнера рейса MH17, расследованием которого занимается международная следственная группа. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы выяснить правду, касающуюся причин крушения MH17. Если вы располагаете информацией, фото и видеоматериалами, либо знакомы с лицами, которые могли бы нам помочь в расследовании этого ужасного преступления, мы надеемся, что вы свяжетесь с нами. Данные для связи с нами вы найдёте на сайте www.gitmh17.com. Там же имеется возможность для загрузки видео и фотоматериалов. вы можете послать нам электронное сообщение по адресу контакт собака gitmh17.com, а также позвонить нам по бесплатному номеру телефона 08-00-30-00-14 между 9 часами утра и 9 часами вечера. Международная следственная группа уделяет особое внимание безопасности свидетелей. Если у вас есть сомнения и вы беспокоитесь по поводу вашей безопасности, нами будут приняты все возможные меры для вашей защиты.